здравствуйте сейчас мы будем проходить обучение хиджами все делается работа с кровью да поэтому обязательно должно быть все стерильно и безопасно буду работать вот перчатки я подготовил шапочку подали маску обязательное условие у нас аль-хиджама называется хиджам есть разная арабская школа египетская там какие-то тибетские китайские везде есть немножко какие-то нюансы по-разному но как говорится правда у всех своя невежество безграничными знают они всегда говорят не то истинно она одна истинно на всевышнего так что абсолютно тут как бы абсолютных правил нету да есть просто некоторые наработки которые мы будем использовать и почему именно аль-хиджам она считает самой правильной да грубо говоря даже арабская школа куда потому что слово аль переводится арабского этого ученый ученый я ученый хиджама это тоже самое алхимик да это ученый химик алкоголь ученая вода и так далее в нашем языке эти слова присутствуют и так в общем все это пришло из арабского мира до в коране прописано про хиджаму самого мухаммед ее делал да и рекомендовал всем причем рекомендовал это очень хорошо очищает организм очищает кровь чем связано с тем что говорю какой черный дурная кровь там как и сайтанами там со всем остальным шерстом нас она хватает нам все выходит почему потому что именно на поверхности можно делать глубокий надрез это только похоже причем только верхний слой эпидермиса эпидермиса три слоя даму только вот верхним дизайн здесь категор надрезание показано видите чем она делает вот этой вот они внутри вставлены да вот так если рука держать да получается глубоко мы не контролируем глубину проникновения да на самом деле надрезы делаются вот собирать покрою да и она снимается на и покороче фотографии вот есть специальные ручки да они контролируют ручки можем можно просто в интернете заказать туда вставлен вот этот как он называется завод шлификатор да он регулирует его глубина да и даже вот так вот и не видно потому что видно только почувствовать только на коже здесь не видно насколько он мелкая 10 но это 11 уставлен да это тройная вот видите есть 3 нажимаются и проколуются то есть чем делают сюда сюда проколы надрезы на коже да можно ну как бы дорожных условиях работает это иголка от инсульного шприца тоже смысл не в том чтобы проколой до рассматриваться в том чтобы чуть-чуть процарапать кожу и самый правильный способ да попали хижаме все таки используют лезвие ну где-то одно открыл до продается лезвие он берется бумажка заворачиваются да и делается надрезик надрез делается не глубоко не так да а вот примерно под 45 градусов 45 градусов тут маленькие-маленькие штрихи рисуются то есть грамоте все учетки делать лезвиями для этого часа ногу руку будем набивать так чтобы например салфеточку до вдвое сворачиваем и на яблоки либо на банане оборачиваем делаем надрез для того чтобы такой что только верхний слой прорезается нижней оставить целом очень аккуратненько с чем это связано тем что у нас артериальная кровь она берет все самое лучшее в организме да и разносит по всяким щелям краям перифериям организма да там она дробится на мелкие мелкие сосудики да потом это все переходят в капиллярную сеточку капилляры такие мат маленькие что у них в общем склеенные склеившиеся элитроциты тромбоциты застревают проходимость слабее чтобы потом перейти в венозную кровь венозную кровь она уже насыщается вот этим всем нехорошим да и отводит уже на выброс из организма так вот самая тонкая и слабая проходимость это именно у капилляров а самые крайние капилляры где они именно на коже поэтому здесь и скапливаются все наши организмы кроме того лимфатическая система тоже связано с тем что все это собирается с организма да и она напрямую связано с потовыми железами через потом тоже выходит когда будем делать саму там будет иногда видно капельки жидкости до скопились этого плотночного выходи до в некоторых местах кровь слабо идет в некоторых местах очень сильно бурно выходит выходит такая темная кровь подготовлена есть вот там точки наложения основные для хиджамы потом это все это я вообще скачал то все вы увидите а ну соответственно хиджама практически как панацея у хиджамиста спросите что ну про любую болезнь он скажет дело хиджамы ставь на это место да то есть от всего вот и при желудочно каменной болезни да и выдыхательных путей и там нарушение психоэмоциональное состояние даже понимаете даже на нервную систему работает болезнь ухо горло носа хронические усталости ковид даже не всегда то есть вся грязь она выходит через кожу выходит ну грубо говоря на проекцию любого больного органа ставите даже колено болит 1 плечо болит прямо на плечо поставили сами себе можно поставить да и плечо проходит буквально сразу так что там чего-то парк у нас есть а вот она видите вы увидите что это не кровь это она такая загустела давно как такая как желе как пиявка такая это еще светло бывает очень черного цвета да вот тут уже сукровицы видите сверху разделилась да вот сукровицы появилась или этот если на цены фуге из болтать крови да она же делится на плазму саму кровь и этот сверху сыворотка сыворотка ставится вот потом видно лимфу да если следы такие глубокие это как бы лимфа застой лимфы дальше с кем посмотрим вот у нас вальхиджами это основные 7 зон выбираются да первая зона вот она бордома показано это вот до нижних ребер до от черепа вот это все ставится прежде всего самое грязное место это . где холка у человека да можно большие банки поставить на здесь 4 нарисована иногда одна банка покрывает какую-то зону можно две банки поставить зону далее вторая зона это поясница и ягодица до полностью вместе с промежностью очень хорошо излечивает даже всяких гинекологические заболевания да в том числе потенцию мужчины всякие вот в маске очень много всяких грибков на самом деле женщин с этим всю жизнь ходит так же вытягивается отсюда все вокруг она составится да это соответственно венозные все эти дела которые там за достойные ли ядра вот а третья зона этого голубая да под коленками ставится да прямо где нимфа узлы у нас находится да потом четвертая зона этом спереди да получаются и плечи так 5 зона это вот живот 6 зона это у нас ноги спереди до 7 зона это голова и руки получаются руки делятся на две части переднюю часть как считается инская задняя я низкая но по поводу головы у нас присутствует специалист мастер асхат джану нам покажет дополнительной точки и есть просто одна . вот тут у да вместе большого затылочного отверстия вот сюда да вот сюда хиджама не ставится единственное место которое как бы у нас запрещено бывает влияет на на работу мозга так что там дальше есть в этой папке наборы обычные да вы продаются соответственно вот я показал это 12 банок нам надо на одну зону чтобы попасть до получается банок где-то 2024 если вернемся к зону да вот вы примерно посчитаете да сколько-то сюда банку это на раздали до 30 банок поэтому желательно покупайте большие наборы либо два набора сразу смотрите чтобы они были качественны чтобы хорошо работал ниппель да вот этот и обычно представляет вы поставить бывают разные до федерации принять смысл выкачивается воздух на практике потом покажем и вот в этой папке у нас есть видео с тренинга да по зонам долго есть вот фото с прошлых групп куда мы их ставим ничего страшно не пугайтесь во вторая зона вот очень близко к анусу здесь как бы да вот приближаемся это 3 на получается потом посмотрите подробно сейчас не буду показывать и тут есть вот книга да в которой расписаны все точки здесь цветная а это же при конкретном заболеваниях ну например то есть помимо зон до главных ну например вот до покалывания в ногах вот здесь ставится да чем тут расписано обычно сколько раз ставится да поскольку времени и через какой промежуток все это проверено на практике это боль в брюшной полости этот геморрой да про который я говорил вот эти вот вены при геморрой распухают да это не то же все у все устраняется соответственно здесь варикозное заболевание при сахарном диабете кстати ставится да ну опять же зона печени и поджелудшей железы но сама активно так это вот да подробно потом посмотрите то есть самая первая зона с чего мы начинаем она потому и 1 всегда начинаем именно с нее не идем пока на другие зоны пока не проработаем именно нее чтобы организм включился общая периодичность примерно обычно говорят на через пять через три-четыре-пять дней следующий сеанс ну в принципе если человеку добираться далеко дали какие-то другие проблемы то может принципе 1 в неделю делать чуть чуть пореже но обычно ставится смотрите вот на 5 2 раза на 5 7 день надо успеть сделать вторую процедуру так какого процедура перейдем да давайте посчитаем вот что нам нужно необходимо для работы да я уже сказал банки я уже удалось напишут на стене да вот альфин джамма значит перчатки маски шапочка уже говорил да банки потом спирт значит делается так сначала нам надо гиперемию создать в той области который мы работаем на это растирается любым способом можно растирать массаж массажем долго да можно применить скребки гуаши разные бывают то есть скребем до покраснения если даже появится синяк то это хорошо либо банки баночный массаж делаем в этой зоне потом ставим саму банку но пока мы растираем да может масло работа масло на стереть стираем масло спиртом вот в таких флакончиках ставим спирт и чтобы не перепутать теперь пиши водорода лучше другого цвета покончил доставить да даже красного красный стоп не используем потому что используется только для снятия масла по сути да для обеззараживания этой зоны куда ставим банку да потом ставим саму банку сначала банка ставится как бы на сухую называть сухая хиджама да просто по сути постанова постановка банка примерно на 15 минут за это время мы смотрим и можно протестировать саму зону она меняет свой цвет где проблема нету практически цвет кожи так остается где побольше проблема покраснение идет да еще больше проблема там прямо синий такой синяк образуется под банка сразу понятно и тогда уже потом снимаем банки да и после этого уже ставим киджаму после киджаму выходит крови да и мы обрабатываем ранку перекись водорода вот поэтому допишем сюда еще перекись водорода не перепутать со спиртом потому что на ранку и спиртом поможет случайно будет точно больно человек а закричит но в общем все процедура вся процедура психологически сойдет на нет ну соответственно это вата да чтобы вытирать вот эти поверхности до снимать кровь чтобы снимать кровь можно использовать салфетки также да если вата не хватает и все это потом выбрасывается то есть вам нужно будет иметь два пакета как минимум один пакет для всякого переработанного материала до куда и кровь и и эти все это рвотные механизмы сбрасывается другой пакет для складывания банок который не надо будет потом помыть а может говорили да что банки индивидуально это человек берет собой пакет самого моется сам следующий раз не приходит до моется очень легко в этом в тазике до любым моющими средствами у того надо там можете с солью помыть в посудомоечной машине на самом деле ничего такого сложного нету поскольку работаем с кровью то банки индивидуальные мы под каждую коробку и подписываем подписано чтобы человек использовал только для себя не дай бог какие-то заражения сейчас с кровью вообще очень много заражения да это не только там стандартный герпес вот это а.б.с. как он называется с головы вы помните гепатит там да и проще были случаи когда когда заражались гепатитом заразили человек гепатитом молодой парень 40 лет а вот уже как бы страдает так что вата салфетки в наборе должен быть лезвие уже говорил да так иногда банки ставятся специально подольше до больше 15 минут тогда вылазит не только герпу не только кровь на еще герпес выходит да такие желтые пузыри фотографии нету страшно желтые пузыри до нарушение на кожу их снимаем все иной раз у человека был случай когда рефлюкс человека был рефлюкс это будет верхней части живота да не работает сфинктер и идет выброс в пищевую пищевую выходит это кислота он все разжигает человека очень неприятного нужно понять и вот он ходил но это как бы жилой пример ходил по всем врачам разные способы придумываю там кто-то иголками кто-то там какие-то зарядку ему давал это масса на подпищу все способы перепробовал уже и вот такой знаете дотошный клиент он прямо вот идет к профессору прямо у него все спрашивают как надо и никто не мог помочь постарайте и вот мой товарищ владимир пофанов я вам показываю фотографию да он устал ставит хиджама вот сюда выход сам выходе герпес желтенький да причем они так стали делать что многократно один раз сняли второй поставил еще больше вышло еще раз поставил еще раз поставил еще раз поставил за один сеанс много раз у них была именно цель именно проработать с герпесом да то тогда это все снимается и потом клиент он сам это даже не ожидал идет что-то по привычке ванна там надо было поднять планируется чувствует нету рефлюкса ушел рефлюкс постарайте вроде бы такая проекция глубокая да там глубину но так и подействовать все это снял отсюда вот в чем причина мы не знаем каким способом она подействовала через банку мы тоже не знаем но не надо нам это знать нам за то что хиджама работает согласно как получается свет мы знаем на кнопку нажать до каком бежит электричество до лампочки нам не надо этого знать просто работает и все вот так же и тут за основу просто берите любое любая болезнь до любой орган на проекцию ставите и работаете вот просто по поводу герпеса у пожилых людей он обязательно есть вообще если у нас у всех в крови не активирован поэтому пока не выходит чем человек старше там 50 60 лет до он обязательно есть поэтому ему саму процедуру вы с ним разговариваете договариваться будем ли мы до этой доходить составляющего или не будем тогда просто ставится поменьше на 5 минут ставится банка там 7 вот соответственно чтобы его снять и залечить ранку нам надо будет потом синтемициновую мазь до залечивающие раны это это кожа по кругу снимается и и пластыри обязательно нам надо для этих случаев просто иметь опять же это не всегда это место там какую цель себе ставить перчатки я уже говорил да эти маски вот разные могут быть перчатки в принципе для работы ваткам нужно чтобы снимать масло нужно чтобы намазывать на востоке поскольку пришел с востока да они используют масло черного тмина масса черного тмина обеззараживающее она практически для всего и можно и глаза смазывать и лицо ну просто для жизни используя и внутрь пить и салат и добавлять и вот в принципе говорят что даже после снятия хиджамы да так же смазываю маслом черного тмина обеззараживающее я на самом деле предпочитаю больше перекись использовалась так про что мы еще не сказали давайте напишем масло значит просто не нам нужны одноразовая до кровь течет либо вот такие вот пеленки детские покупаю до либо подкладываю пакетик вот обрабатываю ему зону да потому что по-любому можно случайно капелька стечь чтобы не дай бог не наполни на себя ничем не попасть умеючи у вас ничего лишнего мимо не потечет здесь снимать все аккуратно даже ни одной капли не упадет все все можно сделать так ну вот пока тренируемся да то все это как бы попробуем значит давайте одноразовую напишу катерчей ой эти годами пеленки просто не по моему про все сказал да а пакеты пакета для два пакета один для мусора другой для банок использованные банки вот этот список на себе запишите и по моему я все сказал чтобы для того чтобы мы приступили к работе так чем он до сказал ну да если вы боитесь на квартире заделать как я говорю если в принципе аккуратно делается там все может так снять что пакет с мусором и больше никуда кровь не попадет так ну чего давайте тогда приступать к делу если вы настолько смотрите то зря вы смотрите потому что все опознается на практике приходится лучше сюда минус всему научим с вами был олег логовым